Шведский город Мальмио, один из крупнейших в Европе центров приема беженцев с Востока. Судьба этого старинного города поучительна. Так может стать и со всей Европы. Здесь нет безопасных мест. 50 убийств и 80 покушений. Все молчат, потому что боятся. Мальмио становится символом краха этой политики. Все это сделали мигранты-арабы. Раньше здесь была школа, а теперь в этом доме живут 100 мигрантов. Про авиасалон МАКС многие знают, потому что его постоянно освещают и рекламируют. Но я хочу восстановить справедливость и рассказать про такой же салон только для поездов. По-моему, его совершенно незаслуженно обходят вниманием, а там тоже много всего интересного происходит. Железнодорожный салон называется «Продвижение Экспо». И он каждый год проходит в подмосковной Щербинке. Туда привозят и ретро-поезда, и самые свежие разработки. Например, именно там РЖД впервые показывала публике и «Ласточек», и «Сапсаны», и «Стрижей», и двухэтажные аэроэкспрессы. Помимо российской техники, там еще показывают технику из Китая, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Великобритании и других стран. На выставке будет две экспозиции. Будет статическая и динамическая. На статической можно будет просто погулять по павильонам, посмотреть на разные локомотивы, вагоны и поезда, в том числе и изнутри. А на динамической экспозиции поезда и локомотивы будут запускать по экспериментальному железнодорожному кольцу. В этом году на динамической экспозиции планируется целый парад из 20 ретро-поездов под музыку из разных эпох. А еще там будет ретро-фотоателье, где можно будет сфотографироваться в историческом костюме на фоне паровозов. Также в программе будут научно-популярные фильмы и лекции об истории железных дорог и разные мастерские для детей. В общем, если хотите хорошо и интересно провести выходные, то вот вам идея. Салон пройдет с 28 по 31 августа в Щербинке. В последний день, кстати, посещение выставки будет бесплатным. Все подробности можете прочитать по ссылочке в описании. Потрясающе! Итак, мы приехали в шведский город Мальмё, который знаменит тем, что здесь есть завичивающийся небоскреб, построенный по проекту Сатьяга Калатравы. А также этот город знаменит как центр миграции, столица мигрантов шведская. Половина населения здесь приезжие, и половина из этой половины мусульмане, поэтому нас здесь ждут грабежи, изнасилования, мелкие преступления, полиция не справляется. Вот эти все ноу-гоу-зонс и, в общем, все ужасы, которые показывает первый канал про мигрантов, они все в этом городе. Вокзал. Мы вышли на центральном вокзале Мальмио, и никаких ни проверок, ни документов, ни границ, ничего. Мальмио находится через мост от Копенгагена, на поезде ехать буквально полчаса, минут 20 от аэропорта. В общем, прямо, города со всем рядом находятся, и Мальмио это третий по величине город Швеции. Почему он стал столицей миграции? Все потому, что у шведов более либеральное миграционное законодательство, здесь гораздо проще получить вид на жительство и гражданство, вид на жительство они выдают уже через три года. Кроме того, здесь очень лояльно относятся к мигрантам, им сразу выплачивают пособия, у них бесплатная медицина, образование. Проблемы начались уже через несколько лет, после того, как они сюда массово приехали, потому что мигранты не могут найти работу, или не хотят ее найти. Для того, чтобы устроиться на работу, нужно знать язык, кроме того, нужна какая-то узкая специализация, которой чаще всего у мигрантов нет, поэтому очень большая безработица в этих районах, до 60 процентов, и все это порождает рост криминала, это мелкие преступления, наркотики, оружие, в том числе, да, и изнасилование, шведская пресса пишет, участившийся случай насилия. Но из-за того, что здесь все такие либеральные, конечно, не говорят национальность, не говорят, кто насилует, кто совершает преступления, но мы по репортажам Первого канала знаем, в общем, я не знаю, на самом деле, все так здесь жестко с мигрантами или нет, сейчас будем ходить смотреть, будут ли нам по телевизору или нет, но то, что миграторов здесь много, это действительно так. Вот они, интересно, сделали бетонные блоки, как вы знаете, сейчас же в Европе везде ставят бетонные блоки, чтобы защитить пешеходные зоны от терактов с грузовиками, а здесь сделали такие вот бетонные поезда у вокзала, отлили, я такие никогда не видел, и из них вот они теперь соорудили здесь барьеры, смотрится очень необычно, прикольно. Ну, вообще, пока все очень мило, чистенько, благоустроено, хорошо, я не знаю, почему всех пугали, вон написано, где будет, смотрите, интересный мост, кроме необычной формы, на нем они еще сделали лавочку, а здесь вот какому историческому зданию пристроили, что такое черное и современное. Отсюда стоят эти вот уличные колонки позе, одна такая колонка стоит 50 тысяч рублей, повсюду, повсюду расставили, и никто их не ворует. Центр города практически весь пешеходный, все вымощено плиточкой, такая стандартная европейская красота. А вот электробусы местные Volvo, такие классные мосты, по центру дорожка для самокатов и велосипедистов, все очень круто сделано у них. Вообще, пока какая-то очень странная ситуация, я был напуган огромным количеством мигрантов и ужасом, который здесь царит на улицах, но пока самый ужасный, это вот этот вот пакет. Несмотря на большое количество мигрантов, здесь отлично развито велодвижение. Конечно, велодорожие здесь не столько, сколько, например, в Копенгагене, но тем не менее, народ активно велосипед использует. Я еду на самокате, так же, как в Копенгагене, здесь очень много служб проката самоката, я насчитал пока 4, ну и мой любимый Lime тоже есть, который я всегда беру и жду, и даже когда Lime придет в Москву. Вот так вот выглядят новые районы. Классные велодорожки, хорошее благоустройство, вообще у них все так с виду замечательно. Просто посмотрите на этот профиль улицы, все вообще продумано, здесь брусчаточка, здесь автобусная полоса, она залита сверху бетоном, чтобы здесь не разрушался асфальт, когда перед светофором автобус тормозит усиленное покрытие. Здесь будет переход делаться, сейчас еще не делают, потому что новые улицы еще заканчиваются делать разметку. Здесь вот они высадили везде деревья, продумали велодорожку. Значит здесь система такая, что сначала вода поступает вот сюда, в этой яме, там стоит такой фильтр, ну естественно земляной там, гравий, песок, разные фракции, здесь вода фильтруется и она попадает, вот это видно, вот она течет, она постепенно будет там фильтроваться, туда уходить. Когда эта система переполняется, вода попадает в этот большой резервуар, накапливается здесь, она тоже естественно образом фильтруется, попадает в ливневку, ну если затопит, затопит, здесь специальные растения, которые готовы к затоплению, а если уж совсем все переполнится, то она уже просто по старинке через обычную решетку попадает сюда. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы в реки и озера, куда здесь сбрасывается вода, чтобы вода попадала уже очищенная, она естественным образом очищается, попадается уже чистая, чтобы не было какого-то мусора, там окурков и прочего говна, и чтобы это все говно оседало в этих вот специальных дренажных резервуарах. Люди думают об экологии, ну и вторая причина, чтобы в ливневку не попадал мусор, не попадал песок, чтобы ливневая канализация не забивалась и не падала ее эффективность. Здесь повсюду идет стройка. Вот шведы, а, ну что вот... Могли ведь не делать, могли бы сделать плохой город, могли бы сделать плохие улицы неправильные, чтобы я сюда приехал и сделал сюжет, как хреново живет Мальме с мигрантами, захваченной мигрантами грязная столица, где всех насилуют, где сплошной кошмар и ужас, а они все делают хорошо. Хочется к чему-нибудь придраться, а сложно. Найдем. Смогли бы построить многоэтажечку? Нет. Построили такой вот аккуратненький пятиэтажный домик. Очень хорошее благоустройство здесь в Швеции. Все думают про экологию. Много зелени, сразу высаживают большие деревья взрослые. Здесь дубы. Это все дубы посадили, это все новое благоустройство. Так вот выглядят подъезды. Лаванда, сирень. Тоже посмотрите, какое зеленение. Не вот эти вот какие-то колхозные клумбы, а прям такие вот пышные композиции из цветов, при этом все подобрано. Вот так вот выглядит внутренний двор в ужасном гетто для мигрантов. В таких нечеловеческих условиях шведы селят мигрантов. Здесь у них колясочная велосипедная комната. Значит, здесь они насилуют друг друга. Грабят, мусорят, разбирают угнанные машины. Слушайте, как классно делают это зеленение. Все в сирене. Я на шок. Смотрите, велосипед уронили и выкинули пакет. Значит, заходим в другой двор. Здесь очень бездуховно висят инструменты для ремонта велосипеда. Можно подкачать колеса и починить велосипед. И вот так вот выглядит следующий дом. Во дворах у них нет детских площадок. Детские площадки мы сейчас найдем. Они на границах. Все максимально зеленое. Здесь есть даже, смотрите, такая милая водокачка. Двор небольшой, но этажность небольшая. А это, кстати, вот такие еще грядки у них есть, где местные жители могут что-то выращивать. Вот люди выходят и попадают в такой вот дворик. Все только новое, поэтому растения недавно посадили, они еще не успели разрастись. Но когда разрастутся, будет совсем красота. У каждого дома уникальный дизайн, уникальная архитектура, какие-то арки, проходы. Вот из одного дворика в другой. Просто офигенно, как они все это сделали, все это продумали. Застройка при этом очень плотная, нет никаких пустырей. Вся территория эффективно используется. Смотрите, следующий дворик. Еще все дворы разные, то есть нету похожих. Каждый двор уникальный. Это детский сад. Он располагается на первом этаже одного из домов. Все это игровое оборудование, все максимально близко к природе. То есть даже горка на каком-то холме. Даже шалаш какой-то. Видите, дети, видимо, сами построили его с воспитателями. Здесь сразу следующий дворик. Конечно, очень хотелось бы, чтобы первый канал показывал не ужасы мигрантов, а красоту улиц, новые районы, как шведы строят жилье. Но тема сейчас не очень интересная. Наверное, она не такая рейтинговая. Поэтому нас пугают мигрантами, которые уничтожают, грабят и насилуют Европу. А новыми районами не пугают. Но вы смотрите мой канал, так что я буду компенсировать недостатки первого канала. Ну красиво же. И у них здесь, кстати, подземный пневматический мусоропровод. Такие вот пирсы. То есть, с одной стороны ты живешь как в городе, а с другой стороны у тебя есть такой деревенский уют. И такие вот сарайчики. У каждого есть участки маленькие, уточки. Просто потрясающе. Слушайте, как же эти мигранты, до чего они довели шведский Мальмю. Да, такое вам они покажут по телевизору. Друзья, этот канал, это искусственный канал, где есть новая жилая застройка. И просто посмотрите, какая здесь красота. Эти задние дворики. То есть, такое ощущение, что ты в каком-то хорошем, не знаю, в коттеджном поселке. Ты где-то за городом. Хотя мы находимся в городе, это новые районы. То есть, и все спланировано так, чтобы у людей был доступ к такой настоящей природе. Здесь уточки. Вот она жизнь в ужасном городе, который захватили мигранты. Опять же, обратите внимание на разнообразие жилья. Здесь есть и таунхаусы. Есть, как здесь, просто такие частные дома отдельно стоящие. Есть многоквартирные дома. И есть даже одна многоэтажка. Один из символов Мальмю. Это вот этот вот небоскреб такой завинчивающийся, который построен по проекту Сантьяко Калатравы. Кстати, самое высокое здание в Скандинавии. Я не знаю, как сейчас, когда был построен. Он был построен в 2005 году. То есть, представляете, 14 лет назад был построен 190 метров. Это вот потрясающее здание. Невероятной красоты. И вот еще круто, даже сегодня оно смотрится интересно и архитектура не устарела. И вот у них здесь детская площадка с кучей каких-то развивающих штук. То есть, здесь какая-то призма, через которую можно смотреть. Ты уже понимаешь, что она была построена 15 лет назад. Это старая детская площадка, но даже она смотрится невероятно круто. И начинаешь завидовать мальмёвским детишкам. Здесь труба. А, это калейдоскоп. Сейчас вам покажу. Там калейдоскоп. Классная огромная горка. Горка Слоник. Я никогда здесь до этого не был. Я здесь никогда до этого не был, но я очень много про него читал. Потому что, как только у нас заходит речь о кризис мигрантов в Европе, и сразу по телевизору их прокремлёвских СМИ показывают ужасы, которые здесь происходят. Я себе представляю какого-нибудь простого человека где-нибудь в Челябинске или Бомске, который думает, всё, Европа пропала, как они там бедные живут. Надо их срочно спасать. Вот у нас хорошо. Нет, друзья, хорошо вот здесь. И я, конечно, не знаю. Может быть, мне повезло. Я ничего плохого здесь не встретил. Но мне что-то кажется, что всё-таки здесь пока лучше, чем в Челябинске, Омске и в других наших городах. А это я к чему? Это хороший ответ на вопрос, почему я не вижу недостатков в Европе, почему я не акцентирую на них внимание. Ну, потому что те недостатки, естественно, есть везде. Но недостатки, которые есть в Европе и в Америке, в странах, где я не живу, где вы не живёте, они меня мало касаются, потому что, ну что, я думаю, они сами разберутся. Я думаю, Европа разберётся с мигрантами, давайте будем заниматься нашими мигрантами. Кого волнуют мигранты, да, посмотрите, что наши мигранты делают. А Европа меня интересует в первую очередь как пример каких-то решений, которые мы можем у нас использовать. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы Первый канал и другие СМИ не мигрантами пугали изнасилованиями и всем остальным, а чтобы они пугали хорошим благоустройством, показывали новые районы, новые дома, как нужно грамотно проектировать улицы. А то, блин, водоотвод не можем нормально сделать, ливневую канализацию не можем сделать. Зато пугаем всех мигрантами и геями и бездуховной Европой. В бездуховной Европе научились делать нормальные дома. В бездуховной Европе научились проектировать безопасные улицы. Здесь не погибает столько людей, сколько погибает у нас на дорогах. Поэтому, на мой взгляд, есть вопросы более актуальны для России, чем мигранты, которые захватывают Европу. А вот так вот выглядит Мальмё. Я хочу, чтобы у нас было так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!